Бетонные блоки раздора. Каменные глыбы пока еще лежат на спуске к Волге на третьей просеке, но они уже не перекрывают въезд к лодочной переправе. Установили их в середине июля после рекомендации природоохранной прокуратуры, чтобы предотвратить нарушение 65-й статьи Водного кодекса России. На песчаный пляж здесь часто заезжают на автомобилях, шумят и мусорят, мешая жителям соседних домов. Конкретно для Саратовского водохранилища водохранная зона равна 200 метрам. И среди запретов, которые установлены по хозяйственной деятельности водохранной зоны, также имеется запрет на передвижение стоянку транспортных средств вне зон с твердым покрытием. Однако бетонные блоки отрезали от береговой линии не только любителей шумно отдохнуть, но и тех, кто спускает в Волгу плавательные средства. Площадка на третьей просеке – одна из немногих, где владельцы небольших лодок могут переправляться на другой берег. И ограничением доступа к площадке были возмущены. Здесь спускают лодки люди, у которых там казанки, прогрессы, яки, каяки, байдарки. Все приезжают сюда. Но никто из этих людей не пытается здесь намусорить, как-то себя вести недостойно. Все люди приезжают отдыхать, поправлять здоровье семьями. Чтобы разобраться в конфликте, представители природоохранной прокуратуры вместе с районными властями на месте провели встречу. После обмена мнениями было озвучено временное компромиссное решение. Эти блоки с разрешения надзорного ведомства уберут к понедельнику. Учитывая востребованность данного участка для спуска на воду плавательных средств, районные власти встретятся с инициативными группами жителей соседних домов и владельцев лодок, чтобы вместе обсудить перспективы развития этой территории. Конечно, это вопрос не этого года, но эту проблему нужно решать, потому что на самом деле она востребована. Тут есть и пляж, и переправа по факту, но на данный момент она, к сожалению, не организована. Нужно выработать такой механизм решения проблемы, который бы соответствовал в первую очередь требованиям закона, во-вторых, чтобы он был удобен максимальному количеству людей. При этом жесткой конфронтации нет. Интересы всех сторон сходятся в одной точке. Здесь должен быть благоустроенный спуск, чтобы люди могли комфортно отдыхать, не мешая друг другу и не нарушая Водный кодекс Российской Федерации. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Константин Головин Константин Головин